История самарского футбола из уст человека, чья жизнь прошла под зелёно-бело-синим флагом команды Крылья Советов. Самарские школьники сегодня познакомились с легендарным игроком Валерианом Панфиловым. Ветераны клуба теперь регулярно будут встречаться с молодым поколением. С какой целью, знает Кирилл Козин. История самарского футбола из уст ветерана. Классный час в школе номер 155 провёл Валериан Панфилов, один из самых заслуженных игроков Крыльев Советов. На поле в цветах своей команды знаменитый полузащитник выходил 413 раз. Абсолютный рекорд клуба. Мне очень всё понравилось, то, что приехал ветеран Крыльев Советов. Я рад с ним встречи. Мне всё понравилось. Понравилось, когда он говорил про хороший гол, когда он отбил грудью и пинул, и отлетел от штанги. Не успел Валериан Панфилов закончить рассказ, как дети просто закидали его своими вопросами. Сколько бут сносил за свою карьеру, сколько голов забил, сколько раз был удалён с поля. Самые активные участники диалога получили подарки. Классно, мне вопрос понравился. Сколько раз меня выгоняли с поля. К сожалению, ни разу не порадовал. Но здорово, что у меня здесь внук учился. Поэтому я рад был приехать сюда ещё раз, посмотреть. Главное, понимаете, что это заинтересованность. Ребята живые, неравнодушны к футболу, горят футболом. На этом праздник футбола не закончился. Дети провели матч между классами. Ветерана Крыльев порадовали забитыми голами. Товарищеской ничьёй 1-1 и большим тортом. Такие встречи будут проходить и дальше. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. У нас составлен целый большой план по подготовке к чемпионату мира по футболу. Департамент образования включил в этот план и классные часы для разных возрастов. Кроме того, это, конечно же, ознакомление с правилами игры и с теми возможностями, которые у ребят есть в городе. А возможностей таких становится всё больше. С каждым годом в Самаре появляются новые спортивные объекты, в том числе и футбольные. Кирилл Козин, Сергей Костин. Новости губернии.